Приветствую вас, зрители моего канала. Этот уникальный во всех отношениях автомобиль вы никогда не увидите на дорогах ни одной страны мира. Так как эта революционная машина, похожая на ракету или сошедшая с экрана какого-нибудь фантастического фильма «Автомобиль», никогда не была серийной. Он был создан в 1980 году концерном Volkswagen для рекордов скорости и демонстрации эффективного использования знаний об аэродинамике, применительно к автомобилям. Ведь, как ни странно, данный автомобиль был создан в то время, когда весь мир охватил мировой кризис, связанный с дефицитом нефти. А создавая этот автомобиль, немецкие инженеры хотели показать, что даже несмотря на дефицит топлива, на автомобиле, благодаря аэродинамике, можно развить огромную скорость, даже с самым обычным двигателем. Для этих целей инженерами Volkswagen был создан специальный облегченный кузов на алюминиевой пространственной раме, обшитый панелями из углерода и из стекловолокна. Силовым агрегатом, который был расположен непосредственно за водителем, служил шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонадувом, объемом 2,5 литра и развивающий мощность 177 л.с. Его позаимствовали у грозовика Volkswagen LT. Для его охлаждения было сделано в кузове несколько отверстий. Одно из них, самое большое, находилось спереди, в носу машины. Также помогал снизить температурный режим двигателя встроенный резервуар воды, из которого вода впрыскалась во впускное отверстие турбонагнетателя. Крутящий момент от двигателя передавался на задние колеса не через карданный вал, а через специально разработанный для этого автомобиля цепной привод. Для лучшей аэродинамики днище автомобиля было абсолютно гладким. Колесные арки закрытыми, фары поместили за крышками из плекса глаза, а спереди и сзади установили подвижные плавники-стабилизаторы для курсовой усойчивости на больших скоростях. Испытать эту дизельную ракету немецкие инженеры решили на испытательном полигоне трасса Нарду в Италии, пригласив поучаствовать пилота Формулы-1 Кеке Росберга, который разогнал данный автомобиль до рекордных 362 км в час, установив при этом два мировых рекорда. И хоть этот автомобиль и с самого начала и не планировали пускать серийное производство, разработка этого проекта не прошла даром. Благодаря наработкам, последующие годы полученные данные использовали при конструировании спортивных серийных машин, а также при создании гибридного автомобиля Volkswagen XL1, который выпускался с 2013 по 2015 год. В наше же время это чудо-автомобиль экспонируется в музее концерна Volkswagen в Больфсбурге. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствую все ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.